Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Андрей Лешкевич. Сегодня у нас на прямой связи по скайпу российский дипломат, историк, участник политических ток-шоу Николай Платошкин. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свой вопрос. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и напишите в WhatsApp 230-6191. Николай Николаевич, ну вот выборы в Европейский парламент проходят сейчас. Сейчас Евросоюз, кстати, призвал быть начеку по поводу выборов из-за возможной угрозы вмешательства со стороны России. На ваш взгляд, насколько такие опасения справедливо оправданы? Во-первых, хочу приветствовать вас из города Героя Тулы, из города Тульских пряников, самоваров. Кстати, пряник купили здоровый, самовар еще купим. Ну, кое-что другое тут тоже производится. Но начать хочу с поздравления германской разведки БНД за блестяще проведенную операцию с посадной гражданкой Латвии против лидера австрийской партии «Свободы» штраха. Хотя эта сценировка была два года тому назад, как вы знаете, выпустили ее точно перед выборами в Европарламент, чтобы ни у кого из вас не создавалось впечатление, что гнусная Российская Федерация в союзе с правыми экстремистами делает все возможное, чтобы подорвать европейское единство. В Австрии правительственный кризис, позиции, ну, как вы их называете, евроскептиков сильно дискредитированы. Ну что же, блестящая работа немецкой разведки, чувствуется порох пороховниц. — На ваш взгляд, Россия все-таки заинтересована в том, чтобы каким-то образом влиять на выборы в Европарламент и влиять на европейскую политику? — Ну, а смотрите, вот по логике, я, предположим, дипломат, да, я могу сказать, что, конечно, Российская Федерация, как любая нормальная страна, заинтересована в том, что правительство, я подчеркиваю это слово, каких-то стран, европейских, африканских, американских, были дружественны по отношению к России, правильно? — Но, а вот чем нам может помочь Россия Европарламент? Вот вы мне можете объяснить? — Европарламент, ну, это я вам не буду рассказывать, вы сами страна Евросоюза, но это декларативное учреждение в основном, которое там принимает всякие резолюции. Все решения в Евросоюзе, вы сами это знаете, принимает либо Совет глав государств, либо Европейская комиссия, да, которая сидит в Брюсселе. Да, сейчас Европейский парламент формально имеет право выбирать главу Еврокомиссии, но мы с вами взрослые люди, мы знаем, что кандидатура этого главы, прежде чем попасть на утверждение Европейского парламента, конечно, опять согласовывается главами государств. Вот вы мне просто как дипломату объясните, а нам какой прок вообще от Европейского парламента, вот России, ну, от того или иного? Я, например, этого не понимаю. — Ну, некоторые, кстати, депутаты Европарламента участвуют в российских политических шоу и озвучивают позицию, которая, допустим, близка России, ну, их называют иногда пророссийскими, справедливо-несправедливо, это другой вопрос, но, тем не менее, свой голос ведь у России тоже может быть, наверное, в Европе. — Ну, смотрите, да, я знаю таких депутатов, и я им, кстати, искренне благодарен, но, тем не менее, ну, предположим, депутаты Европарламента получили большинство пророссийские, приняли резолюцию, что Россия классная страна. Она для кого-то имеет значение в Евросоюзе? По-моему, нет. Или другими словами, может ли Европарламент отменить, например, санкции против России? Ну, это было бы серьезно, да? У него таких прерогатив тоже нет. Это, опять, главы государства вас решили. — Насколько Европарламент — это влиятельная структура сегодня, на ваш взгляд? — Да ни на сколько. Вот, опять, я по Латвии не могу сказать, честно говоря, потому что, ну, простите меня, я больше как-то по языку, там, по Германии, по Австрии. Ну, если вы, вот, любой немец, он вам примерно скажет, кто у него депутат Бундестага, парламент от его округа. Ну, по крайней мере, партию назовет. А если вы сейчас в Мюнхене остановите человека, ну, где-нибудь, или в Берлине, скажете, а вот у вас кто в Европейском парламенте представитель? Ну, он вам скажет, вот, честно. Да нет, конечно, потому что я сам знаю, я работал на Западе, ну, кто кандидат в Европарламент? Ну, люди, которые в национальной политике уже не нужны, не востребованы, вот их отправляют в Европарламент, ну, вроде как, такая, знаете, почетная синякура. — Ну, вот, а что касается различных популистских лозунгов, может быть, для кого-то невыполнимых обещаний, которыми, в том числе, и сыты кандидаты в евродепутаты, считаете ли вы это оправданной мерой, и, чтобы обратить внимание, может быть, уже безразличного, уже усталого народа? — Да, знаете, еще вот у нас советский фильм был такой классный, 83-го года, трест, который лопнул, трехсерийный, я не знаю, не смотрели, нет, Пау Генри. Там песни были хорошие, одна из них про выборы, как раз. «Стрекора бы наври прорай земной, и выборное место за тобой». Ну, знаете, обычно депутаты, когда они избираются, ну, что это, тоже реклама, что-то они там предлагают. Ну, я вам еще раз повторяю, а что я могу предложить, как кандидат в Европарламент? Если Европарламент вообще ничего не решает. Ну, вот, понимаете, если я выбираюсь там в Латвийский Сейм или Бундестаг, я вам, например, могу сказать, я поддержу законопроект, ну, например, там, об улучшении статуса русского языка в Латвии. Может латвийский парламент это сделать? Да. А Европарламент может это сделать? Нет. Отсюда, кстати, между прочим, я не знаю, опять как в Латвии, поправьте меня, обычно всегда явка в национальные парламенты на выборах, да, стран Евросоюза, гораздо выше, чем явка на выборах в Европарламент, потому что, ну, опять, люди понимают, ну, а что толку голосовать? Да, явка действительно сегодня ниже, чем на выборах в Сейм, но если говорить вообще о Европе, о европейской политике, России вернули голос в парламентской ассамблее Совета Европы. Это такой серьезный шаг, он широко обсуждается. Вот как вы оцениваете, почему это случилось, и за счет чего, и за счет кого? Вы знаете, я вообще сначала был потрясен самим фактом, что у нас этот голос отобрали. Опять, понимаете, не потому, что я там какой-то квасной патриот, просто я опять, я дипломат, я привык документы изучать. Совет Европы состоит из трех организаций. По всей парламентской ассамблее, Комитет министров иностранных дел и Европейский суд по правам человека, где написано в уставе Совета Европы, что какую-то делегацию можно лишать голоса. Там что написано? Как можно принять страну и как можно исключить? Это делает не по сей, не парламентская ассамблея, а Комитет министров иностранных дел. Двумя третями голосу. Какое вообще право парламентская ассамблея имела в нарушении уставных документов Совета Европы? Нас, ну или вас, или еще кого-нибудь лишать права голоса. Мне вот это вообще непонятно. И видите, сейчас собрались министры иностранных дел. Могли они исключить Россию? Могли. И для этого надо две трети голосов. Но вы же понимаете, что, к сожалению, или к счастью для, кроме Украины и трех прибалтийских республик, это решение никто не поддержал. Тут даже, видите, не то, что 50 на 50, а ну, просто извините, никаких шансов там антироссийских стран просто не было. У нас звонок. Да, примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер, Александр. Да, Александр, задавайте свой вопрос. Николай Николаевич, большое спасибо вам. Я вас, ваши все передачи слушаю и практически во всем вас поддерживаю, так сказать. Спасибо. Но я не согласен с вами. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот вы все время говорите, что с помощью выборов можно что-то сделать. Сделать Красную Москву, так сказать, Красный Питер. Я считаю, это глубокое заблуждение. Неужели вы правда считаете? Даже если вы сделаете Красную Москву, у вас никаких ресурсов не будет сохранить власть. Ее все равно отберут. Спасибо. Да. Спасибо. Ну, за вопрос. Я не считаю, я привык, знаете, свои слова подкреплять действиями. Ну, во-первых, если я считаю, что выборы могут что-то изменить, я сам иду и баллотируюсь в Московскую городскую думу в сентябре. И мое условие, знаете, было какое. Я иду против самого сильного кандидата правящей партии, против лидера Единой России всей Москвы, господина Метельского. В апреле месяце я участвовал как агитатор за кандидата левых сил на довыборах в Нижегородской области. Вы знаете, ну, там Единая Россия против нас применяла обычные вещи. Биллборды не размещали. Ну, и митинг нам, знаете, во сколько согласовали? В 21.00. Это при том понимание, что в 22 все должны спать, ложиться и прочее. Выиграли мы там, выиграли. Так что ваш пессимизм, уважаемый Александр Александрович, он неправильный. А что касается ресурсов, вот мне уважаемые ведущие сейчас помогут. Я, честно говоря, не знаю, бюджет Латвии или бюджет Риги, вы мне подскажете. Бюджет Москвы 2 триллиона 600 миллиардов рублей. Мне, честно говоря, кажется, что это больше, чем бюджет среднего европейского государства. Мы хотим, чтобы этот бюджет работал на людей, а не на узкую группу лиц. Вот и все. Ну, бюджет Риги меньше миллиарда евро, поэтому вот сейчас нужно, конечно, провести сложные математические решения, перевести рубли в евро и понять, сколько же на самом деле составляет бюджет Москвы, но сумма, видимо, очень большая. Да, Николай Николаевич, ну вот говоря о голосе народа, вот новость сегодняшнего дня, согласно опросу в ЦИОМ, только 31% опрошенных россиян заявили, что доверяют президенту, нынешнему президенту Владимиру Путину. Рейтинг президента упал в России. Почему, на ваш взгляд, чем это обусловлено? Я, во-первых, абсолютно с этим рейтингом, в смысле, с этими оценками согласен. Видите, я сейчас из Тула с вами говорю, я встречался с Туликами, до этого был в Ленинграде, ездил в Нижний Новгород, как я вам сказал. Путин подорвал свой рейтинг. Коренным образом, я должен сказать, пенсионной реформой прошлого года, когда совершенно обалдевшее население узнало, что придется работать на 5 лет больше. Больше это означает, что при средней пенсии в России у нас из кармана вытащили 1 миллион рублей. Но это еще не все. Повысили налог на добавленную стоимость, все товары стали дорогими. Яйца стали продавать не по 10 штук, а по 9. Ну, с тем, чтобы скрыть повышение цен, например. Зарплата людей низкая, но средняя зарплата врача в Туле 15 тысяч рублей. Ну, а почему у президента в этой связи должен быть хороший рейтинг, если у полковника МВД, которого подозревают в коррупции, Захарченко, нашли дома в квартире 8 миллиардов рублей. Это бюджет города Рязани. Но люди не понимают, если кризис, если всем плохо, но почему у одних доходы растут, причем какими-то дикими темпами, у других они падают. Ну, смотрите, по данным Росстата, 3% россиян принадлежит 90% национального достояния. Опять, не знаю, как в Латвии, но, скажем, в Скандинавии разница между 10% самых богатых и самых бедных 5-6 раз, она всегда будет, понятно. Но в России 15-17, и народ просто не намерен это терпеть. А так как президент лично поддержал пенсионную реформу, получил такой рейтинг. — На ваш взгляд, все-таки Владимир Путин сможет преодолеть этот кризис? Можно ли это назвать кризисом? Или, в общем-то, это начало, конца для него, как для лидера государства? — Вы знаете, вот меня ругают за это. Говорят, Платошкин, конечно, он оппозиционер, а дает Путину шанс. Вы понимаете, вот менять курс можно двумя по теме. Выборами или революцией. Революция, она может радикальнее, но зато, сами понимаете, горшки потом битые собирать там несколько лет приходится. Почему мы хотим победить левые силы в обеих столицах, в Москве и Ленинграде, чтобы заставить президента сменить социально-экономический курс, сменить правительство? Ну, смотрите, у нас, например, какие требования? Вот я опять не знаю, самую высокую ставку подоходного налога в Латвии, но мы предлагаем сделать 10% до 20%, чтобы была прогрессивная шкала налога. Она везде есть. Почему только в России ее нет? Почему у нас богатые не платят вообще никаких налогов? В Латвии платят, в Нидерландах платят. Почему у нас нет? Или мы хотим, да, отменить пенсионную реформу, мы хотим ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, за не того производства, 5 лет. Знаете, они же тоже замордованы. Наши предприниматели, они знаете, какую проблему главную называют? Вот сейчас вы только что общались. Низкая покупательная способность населения. Ну, смотрите, если в рыночной экономике вам главное не произвести, а продать, ну, кому вы продадите, если люди живут на 15 тысяч? Конечно, надо повышать доходы не только из гуманных соображений, а с тем, чтобы раскрутить экономику, как это сделали американцы, например, в 2008-2009 годах. Вот вы два раза назвали Ленинград, точнее, Санкт-Петербург Ленинградом. Это не оговорка, как я понимаю? Нет, нет, конечно, не оговорка. Я, понимаете, опять, я, по-моему, говорил вам это, я переводил встречу канцлера Коли с Собчаком, тогда мэром Ленинграда еще в апреле 91-го года. И Коль, немец, говорит Собчаку, вы что, обалдели, зачем вы переименовываете Ленинград, город, известный в Германии, Ленинградская блокада, Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге? Вы что, с ума сошли? На что Собчак ему отвечает хихикает? А я хочу посмотреть, как коммунисты будут называть себя Санкт-Петербургский горком КПСС. Ха-ха-ха. Коль посмотрел и мне говорит, это что, лидер вашей демократической оппозиции? Он что, серьезный человек вообще? Поэтому, если в Париже есть площадь Сталинграда, в Париже, Сталинград ассоциируется давно не со Сталином, а с величайшей битвой в истории Второй мировой войны, которая, кстати, переломна была для всего мира, и для Латвии в том числе. Почему мы должны это забывать? Я не понимаю. Ну вот вы сказали до этого, что вас будут ругать за то, что вы оппозиционер, но даете Путину шанс. Как вы оцениваете... Я ругаюсь. Да, и это известно, да, в комментариях, как правило. Но как вы оцениваете оппозицию сегодня, да, в частности, так называемые либеральные партии или лжелиберальные партии, которые своими действиями, так или иначе, инициативами какими-то, и потом отмены этих инициативов, они помогают власти. Вот насколько распространена их деятельность сегодня на территории России? Ну, знаете, может, я дурачок, конечно, но я считаю, что помимо верхушки всех партий, левых, правых, в России есть масса рядовых членов, которые абсолютно нормальные, достойные, честные люди. У нас, знаете, другая сейчас, честно говоря, беда в России. Люди разуверились в выборах. Они говорят, вот как ваш Александр Александрович, зачем ходить на выборы, все схвачено. Ну, что мы будем делать? Мы на каждый избирательный участок выдвинем двух наблюдателей. А ведь на многих участках раньше их не было. Вообще, понимаете, они говорили там, что хотят. Мы проведем тренинг для этих наблюдателей. Нам не дают встречаться в помещениях, будем встречаться на улице. Одну встречу я такую, например, провел. И если демократические партии, кстати, я сам демократ, я за власть народа, я за честные выборы. То есть, если на честных выборах Платошкин проигрывает, так и должно быть. Значит, Платошкин не смог донести свою точку зрения. Но выборы честные должны быть. Поэтому я призываю демократов и либералов, как бы они себя ни называли, нас поддержать, чтобы сломать монополию власти Единой России, чтобы впредь выборы были честными для всех. Для либералов, демократов, коммунистов. И пусть те будут выбраны, кого они смогут убедить. Вот и все. Поэтому я считаю, они наши союзники в этом отношении. Почему нет? Ну вот лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского нередко называют старожилой, такой беззубой оппозиции. Быть может, как вы к нему относитесь? Негативно отношусь абсолютно. И я этого не знаю. Да я, честно говоря, даже потрясен вашим вопросом. Неужели вы от меня еще какого-то ответа ждали? Вот смотрите, сейчас они, знаете, чем нас хотят в Москве добить? Ввести электронное голосование. Быстро, в темпе вальса Государственная Дума, федеральный орган принимает решение о проведении в регионе, в Москве, электронного голосования. Все против. Все понимают, что это может быть. А вы знаете инициатива, от кого исходила? От ЛДПР. Ну то есть власть говорит, это не мы, это оппозиционная партия. На самом деле, я считаю, что это филиал правящей партии просто и все. Когда говорят о честных выборах, сейчас в пример ставят Украину, потому что Владимир Зеленский смог победить Петра Порошенко, то есть действующего президента, ну в общем, обошел на выборах. Вот вы сейчас улыбнулись. Вы не согласны с тем, что выборы были честными? И Зеленский победил? Честно. Знаете, я не сомневаюсь, что Зеленский честно победил. Точнее у меня нет никаких данных, которые этому свидетельствуют. Но народ Украины мне жалко, если честно. Потому что, ну любой вам скажет, наверное, я не оригинал, что голосовали не за Зеленского, голосовали против Порошенко. Они проголосовали, там не знаю, против, ну за любого человека, который вышел бы в второй тур. Но то, что Зеленский предлагает украинскому обществу сейчас, оно от Порошенко ничем не отличается, даже в худшую сторону. Порошенко, по крайней мере, говорил, я там дам Донбасс автономию. Зеленский, не да. Порошенко говорит, русский язык надо запретить. Законодательный, тот говорит, Зеленский, не надо законодательный, а надо всех, кто на русском языке вещает, вот вас, например, обложить налогами, так, чтобы они сами прекратили. Такой, знаете, гламурный бандеровец. Или Зеленский говорит, Бандера, да, да, памятники пусть стоят ему, этому человеку, которого, ну руки по локоть, просто в еврейской крови, понимаете. Но мы не будем об этом говорить, говорит Зеленский, памятники будем делать, но тихо, тихо. Понимаете, вот это, так сказать, пудрение мозгов украинскому населению, увы, будет продолжаться, я боюсь, что для Украины это ничем хорошим не кончится. 672 12 93 9 и 672 13 93 9 телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните, задавайте свои вопросы, пишите нам ватсап 230 6191 и пишите в фейсбуке. Да, российский дипломат, историк и участник политических ток-шоу. Николай Платошкин с нами сегодня на прямой связи, также подключайтесь, уважаемые радиослушатели. Николай Николаевич, ну вот хотелось бы сменить тему, может быть, могли бы вы рассказать о своих родителях? Очень мало информации об этом. Ну, с удовольствием, во-первых, самое радостное, это меня новость, честно говоря, что мои родители живы-здоровы, мама 38 года рождения происходит из Рязани, из села Высокое, Сараевского района, папа ее, мой дедушка, в честь которого меня назвали, тоже, он участник парада победы, фронтовик, прям с парада приехал домой, в 69 году умер, я, честно говоря, его, ну, сами понимаете, в три года только застал, мама всю жизнь работала в сельском хозяйстве, она агроном с высшим образованием, сейчас на пенсии, папа, они познакомились в институте, папа учился рядом, он в Стамбургской области, детство у него прошло во время войны очень тяжело, рассказывал мне, как траву ел, потому что отца не было, у него тоже, в общем, в школу даже пошел, ну, с большим опозданием, не в чем было ходить просто в Стамбургской области тогда сразу после войны, поступил бы, знаете, такой институт, у нас был механизация сельского хозяйства, Горячкина, имени Горячкина, там с мамой познакомились, тоже работал всю жизнь инженером, ну, собственно говоря, вот я их единственный проект, не проект Кремля, как вас называют, а проект родителей, да, сейчас они на пенсии, отец мой главный цензор по всем политическим шоу, я должен сказать, что он во многих вопросах разбирается гораздо лучше, предположим, чем участники, там, включая меня, он всегда, знаете, вот он меня к этому приучал, я в семь лет знал всю политическую карту, я мог показать любую страну, это он меня учил, хотя он был инженер в сельском хозяйстве, но тогда, знаете, советский инженер, он был всесторонне развитый, понимаете, он интересовался и этим, и этим, и этим, так что вот мои родители, нормальные скромные труженики, но я их очень люблю. То есть ваши близкие смотрят на вас по телевидению, когда вы выступаете на различных. Мама меня все время ругает, если я эмоциональный, говорит, не надо, никого не обижай, а то люди тебя не поймут, а тесно бороться, так правильно, ты им врезал, ну это нормальная разница между мужчиной и женщиной, это так и должно быть. Ну вот вопрос, который волнует многих в интернете, да, тех людей, которые, может быть, пока не имеют возможности с вами поговорить лично, ваших слушателей и зрителей в том числе, вы учились в МГИМО, и вот объясните, как вы только окончившие МГИМО в 1987 году, да, получили сразу назначение в посольство ФРГ, а затем... Да, на самом деле тоже все просто, я заканчивал сельскую школу, Челковскую среднюю школу номер 20 Раменского района Московской области, из моего класса сельской школы в МГИМО поступило трое, включая меня, без всякого блата, без всяких денег, само собой, а из школы еще, наверное, я не знаю, там человек пять, я точно вот не помню, у нас, знаете, вот у меня была преподавательница немецкого языка просто влюбленная в этот язык, понимаете, мы изучали язык там играючи, она игры специальные придумала, мы переписывались там со школы, в ГДР, это все, ну она за это денег-то не брала, понимаете, к нам студенты приезжали, немки, они нам пироги какие-то пекли, мы им песни пели, то есть люди были влюбленные в свое дело, школу я закончил золотую медаль, а институт с красным дипломом, я почему это говорю, не ради похвальбы, в советское время было так, если ты с красным дипломом оканчиваешь, тебе на выбор предлагают несколько мест работы, хуже чуть учишься, меньше мест, у нас один человек тройку получил, одну тройку в дипломе, он плакал, потому что ему предложили, как сейчас помню, работать в таможне, но в советской таможне никто не воровал, а что работать, чемоданы проверять, вроде как-то скучно, а мне предложили на выбор несколько мест, включая МИД, предлагали, кстати, еще телеграфное агентство Советского Союза, я еще, знаете, пацан молодой ездил там еще и говорил, не, сюда не пойду там, ну то есть я считаю, что это было нормально, если человек хорошо учился, да, он имел право там на приоритетный выбор работать, по-моему, ничего плохого в этом нет. Но это были такие теплые места в тот период времени, когда было ростово. Да как сказать, понимаете, вот что считать теплым местом, ну я приехал в ФРГ в 87-м году, в 1987-м, как вы правильно сказали, был, у меня 21 год, но тогда это была совсем другая Германия, чем сейчас, понимаете, у нас круг был вокруг посольства на карте 45 километров, за которым мы выезжать не имели права, без соответствующего разрешения германских властей заявку должны были подавать за два дня. Если я куда-то ездил выступать, на лекцию часто приглашали, перестройка была, интересовались, я должен был заранее маршрут сообщать, за нами машинки там ездили, понимаете, ну то есть сказать, что это какое-то там было особо теплое место, не знаю, но было интересно, конечно. Ну вот вы сейчас читаете лекции в Московском гуманитарном университете, почему не остались в Министерстве иностранных дел в России? Ну, просто, да, я работал в Министерстве с 87 по 2006 год, потом решил перейти на научную преподавательскую работу, с тех пор я написал, ну, по-разному можно считать, там, 15 или 18 книг, ну, просто если трехтомник считать, там, за одну книгу «История мексиканской революции» это 15, за три там 18, то есть это мне тоже очень нравится, потому что я все-таки знаю несколько языков и старался освещать те темы, ну, книг, по которым не было, и одна моя книга, например, ну, не одна была в списке бестселлеров Москвы даже, ну, я очень рад, что и в этом что-то получилось. Ну, ректор Московского гуманитарного университета, я сейчас скажу, как, да, Ильинский, Игорь Ильинский, он является доверенным лицом Владимира Путина? Да, совершенно верно, на прежних выборах он являлся доверенным лицом Владимира Путина, вы абсолютно правы, но если намек на то, я вот могу вам просто поклясся, я не знаю чем, что моя позиция за время преподавания в этом институте не поменялась ни на, не знаю, ни на йоту. Вчера на встречу в Москве ко мне подошел парень один и говорит, вы меня не помните? Ну, честно говоря, я же не всех помню. Вы, говорит, меня 13 лет тому назад учили, я удивлен, говорит, что у вас взгляды были такие же, как сейчас. Я к тому говорю, что у нас академическая свобода, вот я, например, заведующий кафедрой, вы мои взгляды знаете, но у меня работает человек, который, например, сторонник сближения России с НАТО. Ну, это его точка зрения. Опять, когда мы, у нас студенты дипломы защищают, я им говорю всегда так, если у вас точка зрения, с которой я не согласен, это хорошо, потому что это дискуссия, споры. Главное, чтобы у вас не было фактических ошибок, ну, я не знаю, там, чтобы не писали, что столица Латвии, там, Вильнюс и прочее, остальное ваше дело. У нас звонок, да, есть, слушаем вас, здравствуйте. Да, как вас зовут? Николай Николаевич, я тоже, меня зовут Юрий, я тоже ваш слушатель, можно сказать, поклонник. Николай Николаевич, вот вы часто бываете в разных шоу, и вот меня в другой раз вызывает такое, знаете, отвращение некоторых участников этого шоу со стороны, скажем, Украины, у многих даже. Да, Юрий, задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. Сейчас, сейчас, сейчас я задаю вопрос. Вы скажите, пожалуйста, это что, специально таких, что ли, отбирают, потому что интеллектуально, вы, вот, другая страна, вы в частности, так их переигрываете. Понятно, да, это мой вопрос. Да, спасибо вам, Юрий. Спасибо вам большое за комплимент, Юрий, к сожалению, отчество, вот, не знаю, но я вам честно могу сказать, что я просто участвую в этих всех политических программах как гость, и, соответственно, зовут, я хожу, не зовут, не хожу, а на политику этих каналов я никак не влияю, то есть я вам не могу, честно говоря, сказать, почему приглашают вот этого человека, а скажем, не вот этого, потому что, ну, со мной-то никто не согласовывает, да и не обязан, я просто такой же гость, как они, и все. Насколько вы считаете свою критику по отношению к нынешней российской власти, свою деятельность, в том числе и участие на политических ток-шоу, результативной, учитывая, что, ну, условно я приведу пример, там, вы критикуете Чубайса, но он как был, так и есть. Вы знаете, нет, я считаю относительно результативной, ну, не бог, я, естественно, все это на себя не могу, там, проецировать, что это я там, ну, предположим, мы сняли ролик, вот о том, знаете, наверное, событие в Екатеринбурге, где горожане выступили против строительства храма в центре города, кстати, под личиной храма, под его сенью, еще там торговый центр хотели сделать, застройку, в Москве, кстати, тоже бывает, я выпустил ролик, и он, в общем, сильно разошелся в Ютьюбе, что надо спросить людей, что надо провести референдум, опрос, и президент встал на эту позицию, ну, я говорю, это, может быть, не только из-за меня, а прежде всего, из-за позиции граждан, но что-то нам, видите, сдвигать удается, да, я, кстати, еще могу примеры на этот счет привести, да, ну, вот, видите, что-то получается, хотел бы я большего, ну, конечно бы хотел, кто же не хочет, но попробуем, наша задача, чтобы на региональные выборы 8 сентября пришло как можно больше людей, за кого они проголосуют, это их право, самое главное, чтобы пришли. Ну вот в интернете нередко вас сравнивают с Дмитрием Медведевым, находят сходства, вот, во-первых, согласны ли с тем, что похоже на премьер-министра Российской Федерации, во-вторых, как вы оцениваете подобные мемы, которых достаточно много в интернете? Да вы что там, какой там Медведев, с кем же меня еще-то сравнили, так интересно, меня с каким-то голливудским актером сравнили, я, честно говоря, сейчас фамилию даже вспомнить не могу, потому что я вот даже не помню этого артиста, что только про меня не пишут, я, значит, был про Кремля, сейчас вот как сошло на нет, теперь я американский шпион на том основании, что я работал в Америке, в нашем посольстве, но это еще больше, один, знаете, что написал, Платошкин говорит, умный, наверное, потому, что он русский еврей, а другой ему, значит, отвечает, какой же он еврей, у него морда рязанская, но я могу сказать на это все одно, что я противник национализму любого абсолютно, вот любой национальности, потому что считаю, что национализм это то звериное, что осталось в человеке в процессе эволюции, я людей меряю только по их душевным и деловым качествам, ни в коей мере не по ценности. С Дмитрием Медведевым знакомы лично? Да нет, конечно, я жене даже много раз говорил, что я правда, что ли, похож на Медведя, что только не пишут, там, двоюродный брат, родной брат, еще кто-то, но жена клянется, что я на Медведева не похож, я и с Клодиной верить. С Медведевым, честно, ни разу лично не встречался. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, Николай Николаевич, ну, хотелось бы еще поговорить о, наверное, главной теме, которая ассоциируется с вами, о идее нового социализма, инициатором, который вы являетесь. Однажды в нашем эфире вы уже говорили о том, что этот новый социализм так называемый будет из себя представлять и чем он будет отличаться от старого, который, как известно, закончился, как закончился. Какие действия вы предпринимаете сейчас на пути к созданию как раз непосредственно этого нового социалиста? Сейчас, во-первых, видите, мы идем на выборы в разных регионах. Я вам назвал Москву, Московскую городскую думу, в Туле, люди, связанные с нашим движением. Причем мы стараемся идти единым блоком со всеми левыми партиями и силами, с которыми мы можем договориться во Владимире. Ну, я уж извиняюсь опять, если я скажу, в Ленинграде, где я был недавно. Сейчас вот нахожусь в Туле, как я уже повторял, в Нижнем Новгороде был. То есть создаем региональные структуры абсолютно, так сказать, не против каких-то партий, а именно для того, чтобы объединить усилия всех тех, кто хочет подорвать монополию единой России в стране. Потому что мы считаем, что эта партия ведет страну к раху. Ну, смотрите, что делают в Туле. Вот люди хотят провести митинг нормальный, согласованный властями и все. Митинг специально делают на отшибе города, а когда люди садятся в троллейбус, пенсионеры, например, вырубают ток и троллейбус останавливается. Ну, с этим надо что-то делать. Мне просто как человеку стыдно вам в Латвии это все говорить, и мы будем бороться за то, чтобы этого не было. Захотят люди легально выйти на митинг против Платошкина. Пусть выходит и пусть Платошкин к ним придет и попытается с ним поговорить. Вот то же самое мы требуем от Единой России. Хватит закрываться от людей. Хватит мешать проводить митинги и выборы. Ну, выйдите, может, мы не правы. Ну, убедите нас. Но только честные законы. Ну, а общество сегодня готово к новому социализму? Как вы считаете, российское? Ну, по крайней мере, я вам должен сказать, что программа моя висит в соцсетях, там, на моих страницах. И, в общем, ну, если так посмотреть, комментарии, 99% они положительные, ну, может, и 1-2% могу ошибаться, они отрицательные. То есть, мне кажется, знаете, вот российское общество, вот как бы оно к Платошкину, так не относилось, к Сидорову, оно по социальной справедливости не потому, чтобы у всех там все отнять и поделить, а просто, чтобы человек, который работает, нормально работает, врач, его мучитель, но чтобы он получал достойные деньги просто. Если он хочет развиваться дальше, чтобы у него была просто такая же перспектива. Что здесь плохого, я не понимаю. Ну, вот вы участвуете, как мы уже говорили, в политических ток-шоу, но вы очень популярны в Ютубе. То есть, казалось бы, что, в общем-то, новый социализм, Ленинград, это те идеи, которые, может быть, пока еще Ютуб не повзрослел или, по крайней мере, воспринимает их скептично. Но ваш рейтинг наравне с модными рэперами, можно так сказать. Вот, кстати, вы анализировали, почему вы так востребованы именно в Ютубе? Ну, вы знаете, мне люди пишут, ну, я себя лучше со стороны, короче говоря, оценивать. Люди пишут так, что Платошкин вот говорит то, что мы говорим на кухне. Там Николаевич смелый. Николаевич вот говорит, как они пишут, то, что мы думаем. И мне даже некоторые депутаты, знаете, говорят на ток-шоу. Ой, мы так вам завидуем, вы можете говорить все, что думаете. Я говорю, ну, а вам-то кто мешает? Ну, и вы тоже скажите. Ведь, понимаете, если бы я, наверное, говорил вещи, которые шли людям против шерсти, они были бы с ними не согласны. Ну, наверное, рейтинг был другой. Что касается рэпа, я, как любой советский человек моего возраста, играю на шестиструнной гитаре, взрастал на песнях Андрея Макаревича, как бы я сейчас к нему не относился в воскресенье. Многие эти песни могу спеть и сейчас. Штук 20-30. Абсолютно без бумажки. Но вы не планируете в Ютубе, может быть, что-то подобное запустить? Потому что это достаточно популярный формат. Я не против. Вот мы даже сейчас, знаете, в компании хотим, кстати, обращаясь, может, там нас кто услышит, нам нужны люди, которые вот сделают маленькие ролики, мультипликационные, такие. Ну, у молодежи сейчас плохо, это хорошо. Мышление такое, знаете, клиповое, оно текста длинные не воспринимает. Ну, и мы хотим сделать такое, знаете, чуть веселое, задиристое, с тем, чтобы какие-то сложные проблемы пытаться объяснять людям ну, попроще, что ли, да, потому что там, правда, очень много сложных вещей, их нарочно иногда запутывают. Да-да, вы абсолютно правы, мы будем пытаться это делать вот изо всех сил. Ну, а как получится, уж посмотрим 8 сентября на выборах. Ну, а планируете инвестировать в это дело? То есть в Ютуб, в видеоконтент? Ну, смотрите, вот у нас сейчас, честно говоря, вся избирательная кампания в Москве идет на голом энтузиазме я вам честно могу сказать. Хотя, где-то Платошкин там получает какие-то бешеные бабки от кого-то. Люди работают бесплатно, ну, включая, естественно, меня. Помещение нам предоставила одна из партий, просто вот мы там собираемся, квартира трехкомнатная на первом этаже. Конечно, как только нас зарегистрировать, я пока еще не зарегистрированный кандидат, мы получим право открыть избирательный счет и имеем право получить на него до 35 миллионов рублей. Ну, надеемся, что люди дадут, и я вот что могу гарантировать, за каждую копейку мы, естественно, отчитаемся. Но таких вещей, знаете, как у Единой России, календарики всем там давать, бейсболочки, шапочки, вот этого у нас вот железно не будет. Будем с людьми говорить, квартира к квартире, во дворах, в домах, будем пытаться их убедить. Понимаете, наша задача не обмануть их, не ослепить их календариками, а донести до них то, что мы считаем верным. Ну, сейчас есть звонок у нас, да, примем его, слушаем вас. Добрый день, Николай Николаевич, Владимир меня зовут. Спасибо. Как вы объясните такой парадокс? Вот вроде бы сейчас борьба с коррупцией налицо, там Хорошавин, там Гайзеры, ну, много-много там, да, и в то же время вот то расслоение, о котором вы говорили, усугубляется. То есть, с одной стороны, вроде бы коррупция давится, с другой стороны, очевидно, в пути неизменения, в сторону вот этого крена своего клана. И вот как-то это не совмещается. Как бы вы это объяснили, всего вам хорошего. Спасибо, Владимир. А вы знаете, вот тезка президента, он недавно вот тульского губернатора, который, кстати, был его личным телохранителем, вообще прилюдно так это оттаскал за нос по телевизору, потому что протестные настроения растут, и губернаторы с этим не справляются. И Путин, я думаю, все-таки человек не глупый, он должен понять, что без смены курса в России, нормальный, плавный, еще раз хочу подчеркнуть, никто не хочет, не знаю, весь бизнес ободрать, и так далее, но без этого ему тоже не удержаться. И я поэтому именно даю Путину шанс, что все-таки по итогам региональных выборов он должен свои выводы сделать и опираться уже на более широкую коалицию. Ну пусть в составе там и своих тоже министров, но все-таки другие точки зрения должны учитываться. Понимаете, а не как было при обсуждении пенсионной реформы, когда человек приходил, вот вы говорите, я в ток-шоу часто, ну я спорю с кем-то. А когда приходит вице-премьер Голикова творец пенсионной реформы и спорит сама с собой, всех из студии выгоняют, и она, значит, отвечает там по заранее запланированным вопросам. Это что, вот это обсуждение важного для страны законопроекта, что ли? Такого быть не должно. Ну вот вы как раз сказали о том, что вам на ток-шоу говорят о смелости, которая вам присуща, и как я поняла, вы согласны с этими людьми, которые это говорят? Откуда смелость, Николай Николаевич? Да ниоткуда, понимаете. Ну а сколько можно бояться, и потом, ну я не знаю, может это выспорено, конечно, прозвучит, может и мне не верить, но совесть не дают, по-другому говорить, понимаете. Когда мне рассказывают, что у нас, вот понимаете, население берет много кредитов от зарплаты до зарплаты, потому что оно финансово безграмотное, ну не знаю, ну просто вот все переполняет. Ну неужели люди стали брать кредиты, если бы у них от зарплаты до зарплаты хватало денег? Говорят, что они еще дураки, потому что просто не понимают, а берут вот так вот. Знаете, многие берут деньги, не понимают, что их надо отдавать, ну как вот с этим можно соглашаться? Или знаете, один товарищ говорит, ну я в регионах не был, но там вроде много получают, ну съезди вот сюда, в Тулу, 150 километров от Москвы, уважаемый друг, спроси на улице, вот как мы сегодня спрашивали, кто сколько получает, все станет ясно, по-моему. Ну как это, как дальше это терпеть? Я не знаю, я не могу. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Олег, но так как Николай Николаевич любит отчисто, можно Олег Павлович, ну в принципе Олег. я как-то прослушал отношения Николая Николаевича к Андрею Макаревичу, я тоже вырос на песнях Макаревича, но вот отношения Николая Платушкина к Макаревичу я прослушал. Николай Николаевич, если можно, в двух словах. А вы, Олег, да, не прослушали, я просто так с проговорочкой сказал, да, я как и все, значит, вырос на песнях Машины Времени, но лучшая песня 82-го года, когда я поступил в институт Костер, по-моему, просто вот сейчас пою, перехватывает за тех, кто море и так далее. Но, понимаете, потом Макаревич ушел в бизнес, помните его кулинарные передачи, в общем, это его право, но с тех пор он особо ничего не создал, но для меня, знаете, стало вот опять, когда он пел для украинских карателей в городе Славянск, 13 тысяч человек погибло, на Донбассе все-таки людей, понимаете, его сотен тысяч, там, квартир не осталось, все разбомблено, а он говорит, ну, меня кто не пригласит, я приеду к любому и спою. Ну, не знаю, мне кажется, вот нормальный творец, особенно Макаревич, помните его песни, они же с гражданским смыслом, свеча, я сотню раз опять начну сначала, и сейчас такой, да кто мне заплатит, туда и спою. И когда, знаете, у нас вот люди перестали ходить на его концерты после этого, он начал президенту жаловаться, а что вот там вот на меня там гонение, ну, если ты бар, если ты, не знаю, министрель, привет, свобода, ты что президенту-то жалуйся тогда, то уж будь либо в оппозиции, ну, либо еще где. Но ведь как раз Макаревич... Ну, это моего отношения к его песням вот того периода, конечно, не меняет, они очень хорошие. Но ведь Макаревич как раз в какой-то степени пожертвовал своей карьерой, когда он поддержал Украину, наоборот, это можно воспринимать как смелый поступок, он пошел, и у него, в общем, начались проблемы в России. Или вы... Да, и после этого он пожаловался президенту, да, и президент, кстати, заявил, что ни в коем случае там нельзя срывать концерты Макаревича, что он там имеет... Ну, кстати, я вот сейчас по Москве ехал, там висит Афиша, машине времени, по-моему, 50 лет, будет концерт, то есть никто его абсолютно не притесняет, но я для себя решил. После того, как он пел перед этими карателями, понимаете, некоторые из которых на позициях нацистские флаги выставляют, ну, не знаю, для меня это пропало, честно могу сказать. Шевчук тоже наш известный бард, кстати, тоже противник режима, но я что-то вот не могу себе честно говоря представить, чтобы Шевчук сказал, а мне кто бабки даст, я перед тем испою. Ну, думаю, что это не... То есть вы разочаровались в творчестве, Макаревич, не слушаете его больше? Нет, а творчество то где последнее? Я не знаю, вы мне можете назвать его какую-нибудь песню там последнюю за 15 лет? Вот я как бы остановился, не стоит прогибаться под изначительного иераря, кстати. Изначительные слова, прекрасные просто. Так надо и действовать и жить по этим словам тогда уж, я думаю. Но артист, на ваш взгляд, должен быть аполитичным или имеет право высказывать свою гражданскую позицию? Нет, нет, конечно нет. Мы Макаревича ценили в свое время абсолютно не там за аранжировку на гитаре, а за песни, знаете, вот которые брали за душу. Кто может мне сказать, что свеча, костер, не политичные песни? Это гражданская позиция человека, помните, тот был умнее, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не смог. Так это замечательная вещь. Так ты сейчас-то кто? Почему ты сейчас сам так не живешь? Понимаете? Вот главный вопрос к нему. Вот, скажем, тот же Кобзон, предположим, покойный, ездил на Донбасс, хотя ему из-за этого въезд там закрывали во многие страны и прочее. Он, наверное, терял там какие-то деньги, я думаю. Но мне кажется, вот эта позиция, но мне, мне она просто ближе. Ну вот мы говорим сейчас о рок-музыкантах, мы уже частично касались рэп-исполнителей, говорят, что они взяли на себя сейчас роль как раз тех артистов, которые работают со смыслом. А это теперь поколение протеста, это культура, субкультура протеста. Вот рэп-культура, во-первых, интересует вас в какой-то степени? Почему? Нет, я просто не хотел бы, знаете, выглядеть старым Брюсгой, который бы говорил, вот там в наше время песни были хорошие, а сейчас там они плохие. Но знаете, что мне интересно опять, вот я говорю, я вам песню Костер вот через 30 лет могу спеть, да? А я недавно, позавчера, своих студентов спросил, вот из рэперов вы мне кого процитировать можете? Ну хоть один куплет, какой-нибудь. все там, а, так, а никто не смог. То есть, понимаете, исполнителей вроде много, а вот такого, знаете, вот как раньше, помните, песня несется из всех утюгов, да? Ну то есть, вот не знать ее было неприлично, ну как, ты что, не знаешь, что ли? А где сейчас-то исполнители? Ну такие, которые ведут за собой, ну пусть молодежь, пусть я этого нам не понимаю. Ну где они? Монеточка, которая поет, я хочу велосипед, что ли? Ну, вы сегодня понимаете? Я тебе велосипед подарю там, может она еще что-нибудь споет тогда. Ну Барыкин пел, я буду долго гнать велосипед. Да, велосипед. Да, а велосипед, помните, Барыкин для чего хотел знать, чтобы девушки любимые цветы сорвать, ведь не просто так, правда? А что в этом плохого? Ну а вы сегодня понимаете молодежь, и общаетесь ли с ней, не в рамках своей преподавательской деятельности, а именно общественной? А у нас на всех мероприятиях, я должен сказать, ну мероприятия в плохом слове, встречи с людьми разные, абсолютно, и молодежь тоже, у нас люди, которые ролики мои снимают, и помогают, вот мы думаете, они старые что ли, они мне помогают вести мои соц. страницы, потому что я один бы просто, не знаю, закопался бы там в них. Абсолютно, молодежь, она как и люди моего поколения, разные, абсолютно. Вы думаете, в моем поколении все хорошие? Да нет, абсолютно, это, к сожалению, возрастом не... Так и среди молодежи, есть, знаете, люди, мещане, которые вот, шопоголики, они интересуются только там распродажами, а есть абсолютно хорошие ребята, которых послушать, черт возьми, интересно, я бы сказал. Вот Юрий Дудь, кстати, который снял Колыму, фильм, который, как считается, в общем, привлек молодежь к этой теме непростой. Юрий Дудь, какое у вас к нему отношение? Я у Дудя видел, честно говоря, кусками, и то мне порекомендовали мои партнеры, поток шоу, его беседы, по-моему, с Киселевым, ну, с нашим ведущим, вот, «Вести воскресенье». Да Дудь мне показался, честно говоря, поверхностным товарищем, мне кажется, вот он в шоу-бизнесе, вот интервью со звездами, так называемым шоу-бизнесом, он может еще и ничего. А так, в общем, пустоват. Но это лично мое мнение, тут на цвет и вкус товарища нет. Если ему кто-то, он кому-то нравится, пусть расцветает сто цветов, пусть его смотрят и еще других, пожалуйста. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен», российский дипломат, Николай Платошкин был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам большое, до свидания, привет Риге. Субтитры сделал DimaTorzok